7-летнего камбара в Шымкент привезли из Ардобасинского района. Там врачи местной районной больницы за его жизнь боролись 20 дней. Несколько раз оперировать ребенка выезжали детские хирурги и реаниматологи из областного центра. Когда состояние стабилизировалось, его транспортировали в Шымкент. 26 мая мальчику исполнится 7 полных лет. 2 мая он поступил в районную больницу в селе Тимирлановка в тяжелом состоянии при помощи санавиации. Диагнозы, синдром жестокого обращения, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ожоги лица и шеи второй степени. Сейчас мальчик в состоянии ступора, то есть он открывает глаза в сознании, но никаких команд не выполняет. Мальчику сделана операция декомпрессивная трепанация черепа и возможно ребенок останется инвалидом. Поначалу родители не признавались врачам, что ребенка жестоко избили. Они говорили, что мальчик упал сам и получил травмы. Но по мнению медиков нанести такие травмы руками невозможно. Чем мать была сына теперь выясняют полицейские. Пока же в отношении женщины процессуальное решение не принято. Данный факт зарегистрировали по статье 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это умышленное нанесение телесных повреждений. Сейчас начато досудебное расследование. В качестве подозреваемого лица проходит мать 7-летнего ребенка 1986 года рождения. Назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение окончательное. Как выяснили полицейские, сбитый мальчик – единственный ребенок в семье. Предполагается, что по результатам экспертизы уголовное дело может быть переквалифицировано на более серьезную статью.